МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа «День города» на ваших экранах в студии Марина Комиссарова. Ближайшие 15 минут о главных темах минувшего дня. Смотрите в сегодняшнем выпуске. 600 километров марша и захват вражеского аэродрома. Под Рязанью проходят масштабные учения десантников. Многодетные мамы. Профессиональный праздник отмечают воспитатели детских садов. Ветер странствий. Куда он направляет туристов из Рязани? 600 километров марша и захват вражеского аэродрома. Под Рязанью проходят масштабные учения десантников. В рамках проведения плановой военной инспекции Минобороны Российской Федерации в воздушно-десантных войсках в командно-штабных учениях принимают участие более 3,5 тысяч человек и 350 единиц техники. На протяжении трех дней на рязанских военных полигонах десантники упражняются в отработке военных действий и мастерства элиты Российской Армии. Сегодня наша съемочная группа побывала на полигоне Дубровичи. Далее Алена Куколева. 200 километров марша, захват аэродрома, форсирование реки в Рязанской области завершились масштабные учения ВДВ. Военная инспекция Министерства обороны проверяет воинскую часть и подразделения воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Туле. В первые сутки передовые подразделения дивизии на бронированной технике совершили марш протяженностью в 200 километров на полигонной Рязанской области. Вчера захватили вражеский аэродром. По легенде учений, по ходу движения военнослужащие постоянно сталкивались с внезапными атаками диверсантов, которые наносили ущерб технике. Задача на сегодня – форсирование реки Аки. 60 единиц техники и 400 человек личного состава форсировали водную преграду. Глубина здесь доходит до 12 метров, а берег специально выбран крутым. Три типа машин – боевая, десанта второго поколения, БТРД и самоходная артиллерийская установка 2С9. Все они с ходу переправились при условии воздействия противника. В ходе проведения дивизионных командно-штабных учений второй парашютно-десантный батальон усиленный совершил марш своим ходом из города Дулы в город Рязань, под населенный пункт Дядьково, где подготовил машины к преодолению водной преграды. На следующем этапе учений бойцы показывают свои стрелковые навыки. По замыслу на левом берегу Аки расположились незаконные вооруженные формирования. После огневого удара десантники форсируют водную преграду, выходят на берег и добивают противника. Стоит условный противник. То есть это мишени для пехоты, мишени для гранатометчиков, мишени для наших БМД, боевых машин десанта. Вот каждый поражает свою мишень. Мы сегодня покоряли водную преграду река Ака, переплывали на своих боевых машинах десанта. Вот это моя машина. Справились с задачей на все 5 баллов. Я считаю, что преодоление препятствий достойно прошли. На завершающем этапе десантники уничтожают противника. Артиллерия наносит огневой удар по выявленным вражеским силам. Бой ведет парашютно-десантный полк силами более двух батальона тактических групп. Передовые подразделения полка выявили нахождение, а затем нанесли удар. Затем на рубеж выходит противотанковая батарея и стреляет противотанковыми управляемыми ракетами. За два дня поражено более тысячи мишеней. Использовано более полутора тысяч боеприпасов. А всего в маневрах десантников задействованы 3,5 тысячи военных и 350 единиц боевой техники. Современная инфраструктура непредставима без дошкольных учреждений. Очереди в детские сады тому подтверждение. Сложно поверить, что в 1863 году, когда в России открылся первый детский садик, у этого заведения было немало противников. С 2004 года, 27 сентября, в день открытия первого детсада, в нашей стране отмечается общенациональный праздник, День воспитателя и всех дошкольных работников. Дошкольный возраст – особенно важный и ответственный период в жизни ребенка. В этом возрасте формируется личность и закладываются основы здоровья. Играть, танцевать, читать сказки и, конечно же, дарить любовь и ласку – вот, пожалуй, основные профессиональные обязанности воспитателя детского сада. Кроме того, это работа, на которой тебя ждут, тебе радуются и твой приход воспринимают как праздник. Согласитесь, приятно. Вероника Мещанкина вот уже 12 лет познает все прелести этой профессии. Говорят, что взрослые – это большие дети. Вот так же и я. Однажды я попала в необычное царство государства под названием детский сад и осталась здесь. Теперь я фея-воспитательница. Я умею придумывать сказки, играть в различные чудесные игры, могу отправиться в сказочные путешествия. И всегда со мной мои ребятки. По образованию Вероника – учитель начальных классов. Но так получилось, что однажды, попав в детский сад, она решила здесь остаться и ни разу не пожалела об этом. Это весело, это интересно. Каждый день что-то новенькое. Не то, что пришел на работу, а это каждый день. И опять же на тебя смотрят глаза, которые тебя любят, которые тебя встречают. И вообще наша профессия – это одна единственная из профессий, это когда ты пришел на работу, и все уже в восторге от того, что ты пришел. Вот и все. Все делать ничего не надо, все тебя любят и все. Вероника признается, что привыкла работать с детишками постарше, но в этом году ей досталась группа трехлетних малышей. Однако они уже нашли общий язык. Воспитатель не отрицает, что с детьми бывает сложно, но самое главное – любить их, и тогда можно найти подход к каждому. Ведь воспитатель – это, по сути, первый чужой человек, с которым сталкивается ребенок в раннем детстве. И по большей части именно от него зависит формирование многих качеств его характера. Пересесть на автобус заставит всех должников. Судебные приставы совместно с ГИБДД начали проводить совместные рейды для выявления автомобилей, чьи владельцы имеют непогашенные долги. Лишиться личного транспорта могут не только рязанцы, но и должники из других регионов. Если за владельцем обнаружатся непогашенные немалые штрафы или крупные долги, автомобиль для начала арестуют. Если и эта мера не заставит рассчитаться, его выставят на принудительную продажу. Артур отсюда уже на своей машине не уедет. Сумма его долгов составляет 400 тысяч рублей. Вовремя не заплатил, автомобиль арестован. Система дорожный пристав позволяет находить таких нарушителей повсюду. Судебные приставы в Рязани используют специально адаптированные дорожные камеры видеофиксации для поиска должников. По статистике, владелец каждого восьмого автомобиля в городе имеет неоплаченный штраф. Данный гражданин задолжал более 400 тысяч по кредитным платежам. И сейчас мы у него арестовываем автомобиль. Ждем представителя банка для того, чтобы автомобиль изъехал. Приставы борются с неплательщиками прямо на дороге. И совсем не важно, сколько задолжал владелец авто. 400 рублей или 400 тысяч. Не погасил долг дальше пешком. Гораздо чаще мы ловим должников, у которых неоплаченные штрафы. То есть люди не получают извещения, либо, ну, как правило, они не получают на путь, что не ходят, извещения не получают от сотрудников ГИБДД. И, соответственно, постановления ГИБДД поступают к нам в отдел на принудительное исполнение. И очень часто, то есть мы извещаем людей о том, что у них есть неоплаченные штрафы. Человек может как у нас оплатить непосредственно на месте, так и оплатить в банке, предоставив нам квитанцию. В начале дороги стоит специальная камера. Она считывает номера проезжающих машин. И компьютер сверяет их с базой данных должников. Как только неплательщик обнаружен, номера сразу передают на пост ГИБДД, где полицейские совместно с приставами останавливают машину. При проезде автомобиля должника через камеру данный автомобиль фиксируется. И уже сотрудниками дорожно-подрульной службы данный автомобиль останавливается. Если в автомобиле находится неплательщик, соответственно, сотрудниками службы судебных приставов он привлекается к ответственности. У него изымается автомобиль, либо какое-то имущество. Чаще всего, говорят приставы у рядовых граждан, проблемы с выплатой кредитов, налогов и дорожных штрафов. Порой не оплачивая долги годами, о них просто забывают. Сейчас в базе данных дорожных приставов числится 38 тысяч должников. Арестовать такие машины могут и в отсутствии собственника. Прошедшие сутки запомнились для некоторых рязанцев крупной аварией. На этот раз под удар попало маршрутное такси. В газель врезался крупный грузовой автомобиль «Урал». Все случившееся стало возможным в результате того, что водитель грузовика нарушил правила дорожного движения. Происшествие случилось на 70-м километре автодороги Клепики-Рязань в темное время суток. 24-летний мужчина, управляя «Уралом», выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу маршрутному такси «ГАЗ», который двигался по главной дороге в крайней левой полосе без изменения направления движения. В результате ДТП пострадал 28-летний водитель маршрутного такси и 8 женщин-пассажиров того же транспортного средства, которые с полученными травмами были доставлены в больницу. Помимо этого происшествия в регионе случилось еще три ДТП. За сутки пострадало всего 15 человек, погибших в результате аварий нет. Помимо этого было задержано 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Ежегодно 27 сентября в мире отмечают День туризма. Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником, выбравшись из каждодневной будничной суеты на берег реки, в лес, в поле или в другие места, которыми так богата наша земля. А для некоторых сторон туризм является важным экономическим фактором и даже основной статьей дохода бюджета государства. В последние годы популярным в нашей стране становится так называемый внутренний туризм. Тем более, что Россия обладает в этом отношении богатыми ресурсами. Развивается внутренний туризм и на локальном уровне. В Рязани и области обнаруживает себя все больше мест, которые можно смотреть и исследовать туристам и путешественникам. О том, как к празднику причастна Рязань в следующем сюжете. Рубен Григорян 8 лет занимается туризмом. Он знает, что работники этой сферы имеют возможность предлагать людям для отдыха не конкретный отель или страну, а новые эмоции и ощущения. Именно за этим, по его мнению, рязанцы и путешествуют. Чтобы лучше описать направление для отдыха, работники туристической сферы посещают эти места. Мы стараемся ездить. Это необходимо для внутреннего какого-то собственного заряда, для того, чтобы было можно как надо предложить, как надо рассказать, как надо заразить, воодушевить человека, чтобы он, ну не то, чтобы он согласился на поездку. Потому что отсюда очень тяжело до конца понять, что как там на месте. В последнее время россияне в основном выбирают для себя курорты Краснодарского края и Крым. Бархатный сезон в этих местах работники туристической сферы растянули. Появляются новые отели, где люди могут отдыхать и при капризной российской погоде в октябре-ноябре. Крытые бассейны, спа-услуги, экскурсии. Можно спокойно отдыхать, пользоваться услугами внутри отеля и вдыхать полезный морской воздух. Многие россияне в этом году повторно отправляются сейчас на Черное море на неделю, на пару дней, чтобы еще раз отдохнуть и зарядиться силами. Некоторые заботятся о поездках в другие направления. Сейчас спрос пошел на новогодние труды, на каникулы. Это великий устьюк. Какие-то экскурсионные программы по столице, по северной столице. То есть вот такие вот моменты. Сейчас, если по России, то больше спрос, наверное, после моря. Вот сейчас отошел уже на новогодние праздники. Горнолыжные курорты Сочи вновь будут в тренде. Хотя рязанцы, конечно, выбираются в горы не только зимой. Для того, чтобы отдохнуть от работы, городского шума, погрузиться в тишину, гармонию, оказаться там, где почти нет людей. Например, в Адыгее. В этом году даже вот с детьми и с палатками на море стояли, а потом уезжали в горы. Ну как, не палатки, но как, там домики жилые есть. Снимали домики и путешествовали по разным местам. Если говорить обо всех горожанах, то помимо российских курортов, конечно, они не забывают и о зарубежных странах. Летом традиционно пользовались популярностью направления с упрощенной визовой системой. Тунис, Кипр, Испания, Греция, Италия. Помимо моря, многим нравится архитектура и достопримечательности европейских стран. Для этого можно посетить Чехию, Венгрию, Австрию. Вот мнение рязанцев насчет того, куда они любят путешествовать. Скорее всего, нам очень нравится в Италии. Просто иногда любим ездить, смотреть города. Мы были в Венеции, были в Риме, в Вероне. Посмотрели много достопримечательностей красивых. Города очень красивые. Какой из меня путешественник? Я на дачу путешествую. Ну, на юг мы ездим. Краснодарский край, Еленджи, Канапа. Как часто? Ну, раз в год обязательно ездим. Что касается такого направления, как Турция, оно стало открытым. Однако пока рязанцы реагируют на него спокойно. По мнению экспертов, если ситуация между Россией и Турцией будет складываться стабильно, то через полтора года поток туристов может вырасти до уровня двухлетней давности. А пока скорее выбирая теплые страны для ближайшего отдыха зимой, рязанцы предпочтут Арабские Эмираты, Индию, Таиланд, Вьетнам, Карибский бассейн. Чтобы вы не выбрали Индию, Сочи или Рязань, отдыхайте так, чтобы зарядиться новыми эмоциями. Это хорошо повлияет на работу, отношения в семье и на здоровье. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до завтра. И желаю, чтобы, несмотря на пасмурную погоду, в ваших домах была теплая и солнечная атмосфера. Сочи или Рязань, отдыхайте так, чтобы зарядиться новыми эмоциями.